Как вам пришла идея делать программу «Антоним»? Очень просто. Мне пришла идея делать программу «Антоним». Во-первых, надо было чем-то заняться. И совершенно очевидно, что нам всем нужно делать больше и больше нормальной, как мне кажется, телевизионного продукта. Мне, как человеку пожилому, нравится моя... Ну, вернее так, не очень нравится, но у меня есть приятные воспоминания о своей молодости. Это 90-е годы. В плане именно информационного контента. То есть мне казалось, что вот эта искренность, которую люди воспринимали, это информационный контент, развлекательный контент, она утрачена сейчас. И любая попытка его возродить приводит к шеломляющему успеху. Ну, вот условно говоря. Причем вопрос даже не в том, заходит она, смотрит миллионы, не смотрит миллионы. Но любой человек, который так или иначе, ориентирован, понимает он этого или нет, на 90-е годы, вот на такой как бы взрыв журналистики, когда казалось, что ничего до этого не существовало. Это тоже бред до этого, все прекрасно существовало. Там газета «Правда» или газета «Известия» были выдающимся журналистским продуктом, между прочим. Вот, но казалось, что ты вот с нуля начинаешь делать какие-то вещи. И все это заходило. Вот такая же история. Вот Юрий Дудь, это же абсолютный такой Урмас Отт. То есть человек, которого узнавали абсолютно все жители России, Советского Союза, были влюблены абсолютно все женщины Советского Союза, и считали лучшим, первым вообще интервьюером на планете. Вот как будто до Урмаса Отта жанра интервью и не было. Никто из вас уже не помнит, какой Урмас Отт. Посмотрите, кто такой Урмас Отт. Вот. И здесь такая же абсолютная история с Юрием Дудьом. Это потому, что вот эта как бы новая искренность, это, конечно, новые 90-е. Это возвращение 90-х годов в новом таком информационном пространстве. И мне показалось, что не существует жанра ежедневных интервью. Он, конечно, есть. Но в телевизионном формате, в телевизионном жанре, да, когда вот сидит такой человек и разговаривает с героем дня, его нет, к сожалению, по двум причинам. Первая причина, потому что это странный формат для современного телевидения, да, которая полностью сожрана, как вот таким огромным, каким-то кракеном, этими бесконечными ток-шоу вот с героями тиктоков. Вот, когда каждый день, как вот эта какая-то кисель на русского человека выливаются потоки говна, а женщина сожрала двоих своих детей у мужчины, бультерьер откусила ручки и ножки. Берегите себя и своих близких. Вот эта вся ерунда, которая 25 лет ежедневно пичкает русского человека, мне кажется омерзительной, если честно. Но при этом телевизионному начальнику кажется необходимой, потому что ему до сих пор чудится, что именно это делает его рейтинги. Поэтому, честно говоря, и не делает. Поэтому так быстро и сыпятся, ну опять же, с точки зрения самих себя, рейтинги федеральных каналов, и так быстро, например, растет рейтинг, скажем, канала «Пятница». Канал «Пятница» это абсолютно канал с ментальностью 90-х. Давайте бесконечно показывать клуб кинопутешествий. Вот что такое программа «Орел и Решка»? Это такой новый клуб кинопутешествий. Вот вы сидите дома, в лучшем случае ездите отдыхать в Ялту или Сочи, Геленджик. А там вот есть какие-то люди, которые ездят по каким-то Аргентинам, Новым Зеландиям, показывают вам вот все это. И мы будем прямо из года в год, меняя этих людей, вам показывать вот все, что показывал Юрий Сенкевич или там Николай Дроздов. А еще мы сделаем программу про кулинарию. И будем бесконечно показывать вам кулинарные шоу. Ну так вот домашний, уютный, как вам кажется, развлекательный, а на самом деле отвлекательный канал. И поэтому он так набирает. Вот это такая новая искренность. И нам казалось, что давайте мы сделаем такое вот ежедневное интервью, как было там у Влада Листьева в 90-е годы. Вот такой вот герой дня. К сожалению, сейчас героев дня стало так много, и они все производят собственный, если они действительно являются героями дня, информационный продукт, что настоящих героев дня хрен еще дозовешься. Мы как бы люди обменяемые. Мы, несмотря на то, что про нас думают, не истерички. То есть еще раз говорю, мы ни разу не говорили, почему это мы не в трендах? Это вы нас ужасно губите, гнобите. Нет, мы понимаем, что какие-то вещи заходят, какие-то вещи не заходят, что мы не то, чтобы Юрий Дудь. Или даже не Ирина Шихман. И поэтому у нас нет никаких претензий. А что это вы к нам не приходите? Ну, мы реально констатируем, что многие люди к нам не приходят. Поэтому приходилось звать каких-то бесполезных тиктокерш. Больше этого, друзья мои, не повторится. Лучше я буду перед вами так вот сидеть час и нести чушь. Но здесь никаких тиктокерш не будет. Но, тем не менее, я хочу обратиться ко всем, кто, может быть, в меня слышит. Людям, которых я зову. Пожалуйста, не отказывайтесь. И, пожалуйста, может быть, вы сами скажете, я вот хочу к тебе прийти. Чуть ты меня не зовешь. Не стесняйтесь. Возможно, я просто действительно, мы про вас, ну, так бывает, забыли, не помним. Мне не приходило в голову. Или я стесняюсь вас позвать, потому что считаю, что вы великий, а я ничтожный. Это у меня тоже есть такая проблема. Мне хотелось, я считаю, что в России потерян этот формат ежедневных интервью. Он был когда-то в 90-е годы. И мне вообще кажется, что зритель и человек соскучился по таким 90-м. Вот она все время чмарили 90-е, говорили 90-е, ужасно, все очень плохо. А на самом деле формат, с точки зрения искренности, какие-то простоты, в том числе и форматов, простоты форматов, людям хочется на самом деле это вернуть. И вот мы видим, например, в журнале Esquire. Журнал Esquire – это же такое абсолютно 90-е годы, просто в новом переосмыслении. И поэтому мы видим такой его успех при Минаеве, которого никогда не было. Он вообще стал существовать. Это журнал Интервью Российской Федерации только при Сергея Минаеве. Вот. А несмотря на то, что до этого 10 лет был. И нам кажется, вот как раз так вопрос о том, что вы будете делать. Мы вот ищем такую как бы новую искренность, да, то есть такие новые 90-е. И я считаю, что еженедельный, ежедневный и прямой эфир, вот типа того, что делал Влад Листьев когда-то, да, а потом Разбаш, да, приняв этого Влада Листьева. Это час пик, да? Ну, да, ну и час пик, да. Ну, то есть вообще любая программа ежедневных интервью, да, это вот Ларри Кинг, условно говоря, или там, я не знаю, Харток на BBC. Это то, чего в России просто не было, ну, давно не было почему-то. А ты же понимаешь, почему, потому что, условно... Лень, потому что люди... Да, да, по-редакторски очень тяжело первую лигу... Да по-редакторски это не очень тяжело. Нет, ну как, ты хочешь первую лигу, а чтобы приглашать каждый день первую лигу, это или деньги, которых не хватит, или же... Продюсер по гостям, это не редакторская работа. У меня нет какого-то человека, который что-то мне говорит в ухо там и так далее. Поэтому у тебя в гостях, я-то рада, вот мне, например, редакторы говорят, малоизвестная актриса. Какая малоизвестная актриса? Катя Шпицца. Блистательная актриса фильма «День города». Я протюсер этого фильма, поэтому мне Катя очень симпатична. Но, тем не менее, Катю не то чтобы приглашают большое количество интервьюеров на программы, где говорят один на один. Ты пригласил Катю, ты Талгата Баталова пригласил, ты брата Дани Милохина нашёл. А люди всё равно ходят по кругу. Это Шихман, Дудь, Собчак, дальше, возможно, как бы куда-то где-то ещё Малахов их достал. И, в принципе, это одни и те же герои. Вот тот состав, который ты начал интервьюировать, это не раскрученный состав. Это принципиальная позиция? Нет, это не принципиальная позиция. Это в том числе потому, что это ежедневное интервью. Действительно, к тебе должны ходить разные люди, иначе ты просто замкнёшься в кругу трёх человек. Во-вторых, всё-таки, это программа новая. И, скажем честно, я не самый приятный человек для людей с точки зрения имиджа. И канал RT глубоко презираем среди интеллигенции. А интеллигенция в нашей стране как раз это те люди, которые ходят по кругу. Соответственно, всё-таки мне не то чтобы есть с чего выбирать. Но с каждым днём становится всё больше и больше... А кто-то отказывает? Конечно, все практически. А можно примеры? Да ну, слушай, ну... Ну, просто вот интересно. Я тебе могу сказать честно. Не то, что там я люблю... Приходи ко мне, пожалуйста. Да, я приду. Я только хотела сказать. Это вопрос... Приходи. Не любви, не любви к артии. Да нет, слушай, все... Это же вопрос того, с кем-то разговаривать. Даже включая представителя Роскомнадзора. Липова. Да. Даже он отказался приходить. Или даже не уже отказался. А мы сами к нему попросились. Ну, вот, слава богу, завтра у нас, смотрю, с Голиковой. Может быть, это как-то подтолкнёт начальство приходить к нам. Но он и к нам пока не пришёл. Я тоже за него борюсь. Ну да, может, он просто не любит разговаривать. Это тоже человеческое право. Но это другое. Это ты сейчас про чиновника говоришь. Я хочу про известных людей, про интеллигенцию, про которую ты говоришь. Ну, я... Ты пригласили, не пришёл. Я просто... Мне трудно. Ты меня сейчас ставишь... Я просто... Ну, кто эти люди? Большинство людей не приходило. Ну, какие-нибудь артисты. Ну, господи, все артисты. Кто? Все. Ну, все. Начиная от Евгения Миронова и заканчивая артистом Колокольникова. Тебе артист Евгения Миронова отказал? Конечно. Почему? Ну, откуда я знаю почему. Потому что нет времени. Ефим Шифрин! Я написал, Фима, тебе 70 лет. Приходи, пожалуйста, проанонсируем твой бенефис в театре мюзикла. И он написал мне, я так занят, я так занят, у меня нету ни секундочки времени привет из Питера. Раз вчера, так сказать, в Урганте. Ну, как бы, пожалуйста. Не, ну, сейчас ты же понимаешь, ты же не Ургант. Я, во-первых, не Ургант, я не претендую. А, во-вторых, как бы, ну... Я тебя знал, когда тебе удобно. Я же не говорил, давай вместо Урганта приходи ко мне. Я такого никогда не говорю. Ну, Бортич, например. Да, блядь, звали Бортич. И что? Ну, тоже мне не хочет она идти. Тоже занятая. Ты поверь мне, никто не хочет идти. Там сидят два моих коллеги, редакторы по гостям. И обзванивают каждый день людей. И то, что к нам приходят каждый день люди, это абсолютно, на самом деле, чудо. Я всё это понимаю, считаю, что это героический труд. Я честно говорю, что, да, действительно, имидж и у меня, и у бренда Арти для этой аудитории, у этой аудитории не самый лучший. И более того, когда мы делали вот эту Арти Россия, этот продукт мог называться не Арти Россия, да, а мог называться совершенно по-другому. И Маргарита мне сказала, а хочешь, давай вообще по-другому назовём как. Чтобы он не ассоциировался с этим брендом. Красовский Индепендент. Да чем угодно, как угодно. Вот так к антониму, да, он же на отдельном находится, там, линке. И я сказал, нет, для меня очень важно, чтобы это было Арти. И я, честно говорю, для меня очень важно, чтобы это было Арти, потому что я горжусь тем, что я работаю на Арти. Для людей это же площадка, то есть ты можешь... Я считаю, что Арти – это очень крутой продукт. И мне очень приятно, что я являюсь частью этой команды. И для меня это было абсолютным условием, когда я сказал Маргарите, нет, я хочу, чтобы это было Арти. И она сказала, ну, это что, такой твой челлендж, сказала Маргарита. Я сказал, ну, во-первых, челлендж, а во-вторых, я действительно считаю, я действительно как бы горжусь тем, что мне позволили делать то, что я делаю на канале Арти. И мне очень приятно работать с Маргаритой и с моими коллегами, потому что мне никто столько не позволял делать, как они. Ты же знаешь, я про это знаю, мы про это с Марго много раз говорили, что она большому количеству людей, в том числе людей, которые себя идентифицировали как оппозиционеры, дала возможность заработать, самовыражаться и делать что-то стоящее. Но это, правда, достаточно сложно... Это тяжело. Да, это сложно поднимаемая тема в среде московской, я бы сказала, интеллигенции московских гостиных. Поэтому хочу, чтобы ты два слова про это сказал. Скажи, пожалуйста, вот реально нет никаких запретных тем? То есть ты можешь... Ну, нет, у тебя говорят, стоп-лист, стоп-лист. Ты понимаешь, что первым гостем, первым гостем, был Игорь Стрелков, вы думаете... Знаете, какая человек, которая говорила, Маргарита, тварь, продажная, как тебе было не стыдно ездить на Донбасс? Все это было в прямом эфире. Вы думаете, Маргарите, это приятно, что ли, было? Нет. Но, как бы, мало того, что никто это не запрещал. А что, Гозман, думаете, приятен, что ли? Ну, а если ты завтра придешь, Саша, хочу с Навальным поговорить. Да хочу я с Навальным. Навальный, пожалуйста, отпустите специально Навального, я очень хочу. Или хотите, я приеду, позже мне в покровник. Ты сейчас не шутишь. Я не шучу, я хочу с Навальным поговорить. Но с Навальным же не будет со мной разговаривать. А вдруг он сейчас возьмет и увидит... Ну, пожалуйста, я хочу поговорить с Навальным. И на Орди выйдет эта программа? Да у нас же на Орди. Ну, выйдет, конечно. А куда же она денется-то? Почему она не выйдет-то? В моем случае это как бы как раз программа Антонимы, потому что это программа антагонистов. А не потому что меня Антон зовут. А эта программа про то, что, в общем, это может быть вполне себе полярные взгляды. Я ничего... У нас нет... Нет, правда, я клянусь, мы такие маленькие пока. И мы же не в стиральный канал, не первый, да? Кто из гостей Антонимов стал для вас открытием? Наталья Поклонская. Я абсолютно... То есть мое мнение об этом человеке, об этой женщине просто перевернулась с головы на ноги или с ног на голову, как хотите. Я считал Наталью, и у нас был с ней такой опыт общения, когда она еще работала прокурором Крыма. Мы с Собчак как раз ввалились к ней в кабинет. Это было в 2014 году. Пройдя через все пункты охраны, через там КГБшников, каких-то, не знаю, казаков, которые генпрокуратуру Крыма охраняли, мне показалось, что она такой неприятной и недалекой девочкой. А когда мы с ней здесь сидели, я чуть не расплакался от того, насколько она глубокий, потрясающий, приятный и перспективный человек. Я вот сейчас об этом говорю, у меня прям слезы на глаза наворачиваются. Я абсолютно в восхищении от Поклонской и считаю, что чем больше таких людей, которые идут в политику в России, тем лучше.